Доброе утро, мои дорогие! Доброе утро! Сейчас с утра, чтобы время не терять, я уже, понятно, что у меня здесь нет ни инструмента, ни всех материалов нужных, но я хотя бы шарфики соберу концы, чтобы уже потом приехать домой, надеть шапки большие и собрать. А сейчас смотрела Ларису Табашникову с ее винтажными, ну не только винтажными украшениями, украшения, которые они покупают. И вот, знаете, поймала себя на какой мысли. Вот есть мы, да, такие, которые что-то делаем руками, стараемся какую-то красоту людям дать. голову ломаем, деньги тратим, покупаем этот материал, уже сделанное лежит коробками, да? неизвестно вообще, продастся ли когда-то или нет. А нас смотрят-то немного совсем. И вот я говорю, пришла мне такая мысль в голову, сколько же у нас пустых людей. Пустышек. просто вообще на удивление. И вот задумаешься о человеческой сущности по неволе, которые смотрят скандалы Того же сам Бэлла, которого смотреть нечего. Человек, который ничему вас не научит. Люди, опомнитесь, для чего вы живете, каков смысл вашей жизни, судя по тому, что вы смотрите, к чему вы тянетесь. Просто вот поразительно. Естественно, я прям не призываю вас нас смотреть. Но к чему-то же нужно тянуться, к доброму, к светлому. Что же это такое-то? Вот оно и поколение потребителей. Причем потребителей всякого говна. Мне прям обидно за людей. И думаешь, кто же их воспитывал-то? Что же за родители-то у них? Обидно прям правда. Вот обидно. Сейчас начну писать. Бабка старая, вот жизнь учит. Не, я никого не учу. Я просто говорю, что мне обидно за людей, которые тратят свою жизнь, смотря вот всякое дерьмо. И ведь сколько вот этого дерьма-то на ютубе. Только смотри и радуйся. Измельчал народишко. Ну, не все, понятное дело, но в большом количестве. Ладно, а у нас с вами доброе утро. Мои дорогие, хочу вам напомнить. Я обещала, что когда будет 200 подписчиков в магазине у меня на инстаграме, я сделаю розыгрыш. И вот, девочки, сделаю я розыгрыш. У меня вот такой платок. Чисто шерстяной, российский, новый абсолютно. Никто его ни разу не одевал. Метр двадцать на метр двадцать. Как только будет 200 подписчиков, там осталось всего 11 человек подписаться. Подписывайтесь, пожалуйста. Подписывайтесь, и я разыграю вот этот вот расшикарный платок. Этот платок подарили Саше, но она не носит такие вещи. Вот. И поэтому вот он пролежал года три, наверное. Вот. Она мне его отдала, говорит, мама, на, разыграй. Может быть, женщины кто-то носят такие платки. Потом из них перешивают, шьют вещи. Ну, и вообще, чисто шерстяной платок красованный. Вот. Так что, мои хорошие. Одиннадцать подписчиков мне еще надо, и я его разыграю. Жду, мои золотые. Дама с собачкой выходит. Да, у нас вот так утро начинается, мой хороший сидит. Сидит воспитанный пес. Тянет прям как собака настоящая, сильная. Смотрит, никого нет. Не с кем поноситься, с ума посходить. Нету, да, никого? Нету никого. Ну, там-то гуляют, наверное, с собакой. Но мы не пойдем к ним, да. Мы к ним не пойдем. Пойдем. Нам врач запретил пока скакать и с ума сходить. Слабый-то. Нет. Пойдем, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. 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 Нет слуха, он слушает только Таньку. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Ой, Господи, не упасть бы куда. Данте. Нет, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну, нельзя тебе, милый. Распустились какие. Скулит, скулит бабка не пустила с собакой побегать. Нельзя, Данте. Вот у них тут в доме частный детский сад и театральная студия. И вокал, и хореография, и шахматы, и раннее творчество. Ой, спектакли, день рождения. Еще одна в облаках. Эко-студия творчества и развития. Вот так. Сидит, ждет. Не потеряться бы опять в этих домах одинаково. Ой, не могу. Так, надо вон там пойти. Ой, тихо, Данте. Боже ж ты мой. Что ж тут такое чудо-садик. Ой, не знаю, выглядит это сейчас страшно. Тихо, Данте. Ну-ка, пойдем посмотрим, что здесь такое. Все игрушки старые сюда поспихивали. Скажи, я тоже ребенок. Ой, они после зимы такие страшные. Все мокрые, чумазые. Ну, видимо, наверное, тут ребятишки играют. Ну, не знаю. Ну, как-то мрачно все это выглядит. Как какое-то кладбище для игрушек. Ну, не знаю. Мне это как-то не очень нравится. Пойдем, пойдем. Данте, куда ты, господи? Вот смотрите, и в Питере нарцисса собираются расцветать. Ну, холодно что-то сегодня, девчонки. Прям холодно. Мерзко. Дождик моросит. Руки прям замерзают. Я даже пожалела, что перчатки не взяла. Пойдем. Пойдем, воспитанный ты мой. Пойдем, пойдем. Пойдем. Ой, Господи, как дернет. Вода. Да. Ну-ка. Шесть рублей. Литр. Ну, все. Прям. Кустики зазеленели. Травушка зелененькая. Одуванчики даже кое-где есть. Кто такое? Ну, пойдем домой. Пойдем. Все, запутались мы с тобой. Пришел. С улицы грязной. Воду пьем. Хода, что ж такое-то. Подавился. Подавился, да. Господи. Шатина, шатина, да. Шатина, 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 ш Не хочешь, вылезать надо. Банда. Ну вот, первый сделала. Осталось ещё пять. Ничего, сделаем и пять. Глаза страшат. А руки делают, мне так бабушка всегда говорила. Оно так и есть на самом деле. Витя мне сегодня прислал фотографию моего участка. Сейчас вам покажу. Там уже тельпанчики кое-какие уже цветут. Нарциссы, видно, доцветают. Данька воспитывает. Сейчас покажу вам. Ой, мои дорогие. Сейчас аж прям тряхануло. Но я потом так себя в руки взяла, думаю, да ну, быть такого не может. Звонят мне с РЭСа. РЭС, ну, это вот по электричеству районное там. И говорят, у вас тут такая сумма. Я говорю, в смысле? Какая сумма? Тридцать одна тысяча. Тридцать одна тысяча. Я говорю, вы чего, с ума сошли? У меня мощностей таких нет в доме, чтобы было тридцать одна тысяча за месяц. Ой, ну, вы давайте это. Ну, как-то это решить надо до конца месяца. Ну, что? Звоню Вите. И знаете, как этот старик у Синего моря? И взмолилась. Блин, золотая рыбка. Говорю, Витенька, Зайчик, чего-то они там насчитали. Посмотри, пожалуйста. Тридцать одна тысяча. Ну, вообще, охренели, что ли? Витя говорит, ну, не переживай сейчас. Съезжу, посмотрю. Господи, как будто у меня цех какой-то там. Ой, вообще, я говорю, я что-то вот так радовалась, когда нас от СНТ отдали в РЭС. Думаю, ну, теперь порядок будет. Нет, каждый месяц какие-то новости. Ой. Причем цвет как отключали, так и отключают. Так еще вот это вот. Господи. Ой. Тридцать одна тысяча. Ну, теперь буду ждать звонка от Вити. Не знаю. Может, я ошиблась. Не те показания. Может, жилец уже без меня передавал. Надо ему сейчас позвонить. Чего там такое? Ой, господи. Ну, нет покоя человеку. Ой. Знаете, вот мне интересно. Это вообще со мной такое случается только? Вот меня всю жизнь какие-то вот проблемы на ровном месте вот преследуют. Девчонки, или это вообще по жизни так? У меня такое ощущение, что только меня. Ну, хотя при нашей системе все может быть. Ой. Так. Опять достает кошку. Тайгуша. Бедная кошка, зашуганная. У нее и так-то характер такой тяжелый. Ушел, ушел. Так. Ну, несмотря на все дела, еще шарфик сделала. Так потихонечку и все сделаю. Во всяком случае, я на это надеюсь. Ну, от вас что, девочки, жду? Чтобы покупали. Да, вот пришлось вот здесь срезать. Здесь такой висел, знаете, как... Вот такой вот, как тряпка огромная. Пришлось срезать. Ну, оно, собственно... Оно вовнутрь, надеюсь, что будет не видно. Вовнутрь-то будет. Застукала. Вот видите, какие у нас игрища. Здоровый, молодой мужик, катается по полу. Играется. Поймал, поймал все. Как зубами схватит, фиг вырвешь. Не, ну, понятно, но... Так, прям... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!